Н различных шаров размещается по К ящикам, таким образом, чтобы успеть в ящике. Ну, здесь тоже две задачи получаются. Когда ящики различные, то есть занимированные, и когда ящики не занимированные, то есть гораздо не одинаковые. Ну, в случае, когда ящики занимированы, фактически эта задача сводится лучше. Мы должны для каждого ящика, их у нас там, они занимированы, указать множество шаров, выбранных из вот этих шаров, которые попадают именно в. Вот обозначим эти множества, М1, и так далее, МК. Каждое множество не пустое, то есть хотя бы один сад должен попадать по условию. Дальше, эти множества, конечно, не пересекаются, то есть не имеют общих шаров, потому что сад не может попадать в один сад. Ну и, наконец, объединение всех этих множеств. Ну, для объединения вот такой значок используется. Будет совпадать со множеством всех наших гранжалов. Ну, для простоты я буду просто обознать числами, один, два и так далее. Когда задача о подсчете числа таких размещений, вот в таких терминах, сходится вот в чем. Сколько из порциях можно разбить n элементов для множества на k, не пустых, подможек. Пустим эти подможки, что за мной. Указано, какое первое, какое второе, какое второе, какое второе. n – это первая буква на фамилии английского математика Августа Демо. Потому что такие числа иногда называют числами Демо. А второй вариант задачи получается, когда мы рассматриваем всевозможные разбиения, и на элементном множестве на k, не пустых, подможек. Но разбиения не знали на руку. То есть нам не важен порядок, в котором мы их выписали. Число таких разбиений, мы обозначим, скажем, и оттенок, как, это и будет число стены. Здесь сатванская математика цельсия стилинга, наверное, называется. Ну, точнее, оно называется число стилинга второго рода. Бывает из-за числа стилинга первого рода. Про них, кстати, была лиция на малом геоматике, который Александр Васильевич хотел. Ну, будем здесь только числами стилинга второго рода, по-видимому, заниматься. Поэтому я слово второго рода буду опускать. Но связь между этими числами, на самом деле, очень проста. Дело в том, что когда мы взяли какое-нибудь вот такое разбиение, и по-визбольным образом представили в нем множество, то с точки зрения Демордана получится разное разбиение, а с точки зрения стилинга будет одно и то за разбиение, на сколько сорядах нем немало. Поэтому число стилинга, связанное числом Демордана, вот, это Демордан. Число стилинга умножить на К повторял, и получается число Демордана. Мы видим, что число стилинга можно определить и в терминах разбиений каких-то множеств на части, и вовсе без упоминания царов и емщиков. Ну, наверное, и дальше так будем делать. Давайте я приведу пример. Скажем, как можно изобразить, например, число стилинга С5Т. Это значит, что у нас есть 5 элементов, 5 чисел, мы их просто изображаем кружочками, и мы хотим разбить эти 5 чисел на 3 непустых подможности. Ну, разбиение можно изобразить, например, так. 2 элемента включаем в 1 множество, ну, вот, например, так и так. Вот будет одно из разбиений разбистики. Это будет другое разбиение. Потому что разные 5 элементов-то они у нас различные, они заномерованы. Так что вот это множество, оно видите, здесь нигде не нельзя взять. А порядок, в котором мы эти разбиения, скажем, нам действительно здесь не важно. Нам важна только самокупность множества в разрывчиках разбиений. Но такую задачу, посчитать, чему равно С из 5 по 3, ну, это довольно просто. Например, С из 10 по 5, вполне можно когда-нибудь получить на игру. Может, даже это и будет. Но, разумеется, там это было сформулировано на каком-нибудь таком языке. Я без напоминания множества.